добрый день дорогие друзья поздравляю вас с началом нерабочей недели но образование обучение это у нас не работа это саморазвитие развлечение так что это не будет мешать нам не работать ну а я хотел бы сегодня как всегда задаться вопросом об эволюции нашей университетской системы и в частности роли эбс которая должна играть в этой развивающейся системе и все-таки есть чему подводить итог все более десяти лет эбс сопровождает университетскую жизнь и нередки разговора о том что эбс кризисе это уже не новое слово какой-то банальность в чем этот кризис состоит и что вообще чем мы можем полезно быть университету университетскому образованию вот об этом сегодня пойдет речь ну и возвращаясь к начале к истокам к эволюции вспомним как это все происходило в начале было слово и слово ясно у кого было а потом был учебник это уже был очень существенный шаг от слова началось образование и обучение как таковое и наконец пришел момент когда возникла эбс вот собственно та эволюция в рамках которой мы живем существуем и продолжаемся и вот очередная точка где нужен существенный серьезный поворот о нем я и постараюсь сегодня рассказать что имеется ввиду вот ну а эбс так скажем оказалось немножко в стагнации сначала было много возни и шума критики потом все устоялось бы лис по повестке новостей ну и вот уже есть опасность что ббс могут все забыть вот для того чтобы это не было мы должны всегда быть нужными и закрывать какие-то потребности вот и поэтому нужно сначала разобраться в чем вот этот застой и на чем мы сегодня остановились но по сути дела рынок уже состоялся около пяти крупных электронных библиотечных систем сопровождают наш университетский процесс и сформировались форматы работы то есть книжный контент который распределен по коллекциям линейкам книг закрывающим дисциплины вот мы в нашей работе чувствуем что это уже не очень интересно уже на это не откликается наши потребители и действительно доступность массива информации сделала все информационные рынки такими переизбыточными перегретыми и уже вот никто сильно не ищет этой информации не реагирует на это и даже когда говоришь о том что о том что так можно сэкономить там миллионы на книгах но это тоже уже разговоры не интересует ну и сама научная книга мы много раз об этом говорили она переживает кризис монографии стали развлечением для самого ученого тоже мало интереса к ним учебник это некое служебное подспорье тоже некая вторичность и падение интереса учебнику в общем по отношению к информационному массиву которым сегодня живет ученый преподаватель студент книга это не центр как было раньше это уже скорее некий заколустный уголок и нам надо во все колокола бить чтобы вообще обратить внимание не только на существование боясь но и вообще вы проявили чтобы появился интерес к ним вот и то что ситуация именно такая показывает многочисленные исследования вот одно из них я хочу вам предложить он проводился казанском федеральном университете вот в какой момент вообще обращаются к электронным библиотечным системам к профессиональным цифровым ресурсам обращаются к сожалению в последнюю очередь потому что в первую очередь и студент и преподаватель начинает работать с интернет поиска с google условно из яндекса и вот по опросу получается что в 50 процентах случаев интернет способен предоставить общую справочную информацию поэтому наш главный конкурент это интернет и основная угроза исходит конечно из него не просто интернет а скажем так вот этот вот информационный массив в котором профессиональный смешивается с непрофессиональным и человек так устроен все и ученые и не ученые начинают все-таки сначала с интернет и только в 50 процентов случаев если они не находят вот в самом общем простом интернете эту информацию они начинают дойти дальше а дальше они идут все равно в рис с профессиональные ресурсы открытого доступа то что по подписке что покупают университета то что все равно так или иначе уже через интернет доступно но не так скажем что прям через поисковик куда-то там идут например на кибер ленингу и в этом случае они еще 30 процентов удовлетворяет то есть уже в 80 процентах случаев для ученого и педагога не нужно профессиональные подписные ресурсы и вот только если он не найдет во всех всех этих вот лабиринтах интернет поиска то что он ищет он вспоминает что есть библиотека есть подписные закрытые ресурсы и приходит 8 8 к нам добро пожаловать вот вот такая вот логика работы сегодня в информационной среде и она для нас конечно очень не улыбается то что мы в последние пятой части этого поиска и этого поведения этой потребности это конечно снижает и эффективность и полезность и все все что хочешь вот но пока вот отталкиваемся от этого и боремся за то чтобы она вспоминали в первую очередь это вот одна такая особенность поведенческая вторая особенность лежит в структуре цифровых информационных рынков потому что мы буквально я все время это подчеркиваю за 10-20 лет полностью перевернулись с ног на голову и надо было приучиться быстрее вот жить на голове и ориентироваться здесь очень быстро вот а здесь в информационных рынках как и во всех рынках стоять на ногах это значит иметь классическую модель продажи вот продукт вот цена вот покупатель купи купил продавца вот если мы сейчас смотрим на ту систему которую я на слайде демонстрирую структуру современных информационных рынков то вот эта классическая модель стояние на ногах это самое маленькое такое кружочек который называется ппд продажи эти ппд продажи то есть продажи по книгам по экземплярам осуществляется через интернет магазины и это сегодня классическая модель самый маленький сегмент продажи информации он еще остался но он действительно очень небольшой основной режим как живет информация вот в этом большом кругу наверху открытые ресурсы которые зиждутся финансово на рекламной модели в первую очередь но также и на самоиздаке на донации вот настоящего информационный рынок как он существует сегодня вот то что не хватает не закрывает вот этот первый большой шар контента перемещается во второй он для рынков стал основным сегодня это подписные ресурсы ну во первых это коммерческие ресурсы там различные интересного качества ну netflix например там или у нас ока или такие вот вещи ну а также профессиональные ресурсы где уже только для профессионалов это есть бс и ему подобные лайбри ресурсы которые за деньги и общем классическая модель она в новом информационном рынке самом низу ей остается лишь определенный сегмент вот это мы должны учитывать перестраиваясь на новые рельсы ну а дальше я хочу поговорить уже вот об этой специфике именно в университетском информационном пространстве из тут сравнить чем живет каково информационное обеспечение университета на западе и в россии вот но ориентироваться в этом мне помогает не только моя профессиональная любопытство ну и то что я жил и учился и работал в таком университете германии вот примерно представляю как различаются и наши акценты и наше поведение вот в общем мне это кажется очень интересным и вообще бросающим свет на различие на нашего университетского развития у нас на западе чем отличается университет вот я постараюсь поделиться своим соображений на этот счет ну и имеется ввиду конечно университеты прежде всего в странах развитого мира то есть в европе в америке в отличие от университетов нашей стране ну и я бы так сказал что определяет информационное обеспечение университета на западе это первую очередь конечно ресурсы самого университета второе это подписные ресурсы ведущих научных издателей это такие как эльзивир на эбска и так далее ну то есть больше на периодику на научные чисто научные ресурсы третий элемент который имеет место и ценность это электронные книги включая монографии учебники ну и наконец на четвертом месте ресурсы открытого доступа вот такая вот иерархия информационных предложений в университетах россии немножко другая конфигурации как раз электронной библиотечной системы определили специфику этой конфигурации на первом месте я тоже поставил цифровые ресурсы самого университета и мы видим по поведению что активность использования этих собственных ресурсов университета растет по университетам на втором месте как раз можно я считаю поставить электронной библиотечной системы по активности использования по значимости по ценности потом как мы заявили о себе на нашем рынке все-таки если мы ту же германию возьмем или другую страну там не играют нет такой даже плеяды национальных игроков как электронной библиотечной системы но от силы может быть там 12 ну как правило это крупные издатели например дегройтер в германии которые что-то вот подобные с электронными книгами как-то присутствует университет вот в общем электронная библиотечная система это наш уникум вот третий элемент который у нас играет огромную роль это ресурсы национальной подписки благодаря этому собственно есть доступ к информационному международному рынку это вот научные периодики высокой ценности и она как удается государством очень удобно но и на четвертом месте снова ресурса открытого доступа вот ну и какую какие выводы мы делаем из этой картины и почему вот эта конфигурация ну довольно существенно отличается как нечто сейчас постараюсь на эту тему рассуждать но главный мой тезис гипотеза то что российские университеты акцентируют свою деятельность на образовании на педагогической функции в то время как зарубежные ведущие университеты акцентируются и как бы работают на научные парадигме и вот чтобы это нагляднее показать несколько фактов свидетельства вот это вот слайд из опроса американских университетов это уже там несколько лет им года четыре пять и этому исследованию о том по опросу университетских библиотек какое значение они отвозят при комплектовании учебникам вот мы будем говорить все еще о том что у нас учебник конечно на первом месте и даже ничего и рядом близко не стоит да вот тут два вопроса было какие жанры закупаются в электронном виде американскими библиотеками и вы видите вот строчку text books это есть учебники она у нас на пятом месте то есть на пятом месте по значимости учебники в американском университете вот второй вопрос на какие жанры литературы наибольший спрос в электронную ну то есть что читают больше всего в библиотеке вот и здесь учебники text books стоят на третьем месте до 14 процентов до 14 процентов спрос по отношению ко всему читательскому потоку вот и в то же время если мы посмотрим что больше читает чему больше интерес то на первом месте мы видим монографии 50 процентов всего читательского интереса в американском университете на 2 reference то есть это обзоры и справочная литература вот 22 процента тоже выше чем учебники вот и но это вот доказывает мой тезис что в западной системе западная система образования опирается не на учебник и не соответственно не на вот эту тот эту концепцию которую несет внутри себя именно учебные пособия вот наши университеты держатся на педагогическую функции и поэтому учебник стоит в центре их внимание в целом в целом это как я все время подчеркиваю это объединяет у нас высшую школу и низшую среднюю школу вот то есть учебник стоит в центр в центре всего процесса вокруг которого движется университетская жизнь и вот в этом смысле я немножко заостряю наши учебники держатся на не науки то есть наука не является основной целью не является парадигмой его жизни да вот этой парадигма она заключена в глазах федеральных государственных образовательных стандартах которые все-таки на первое место ставят опять-таки педагогическую функцию и вот здесь бы я как раз и провел вот это вот главную разграничительную линию чем отличается наши университеты от западных и здесь мне поможет как раз структура немецкого университетского рынка германии вы наверное знаете а кто не знает то я расскажу что германии высшее то что называется высшая школа подразделяется на два направления первое это университеты классическом смысле с классической историей а вторая второй сегмент это хокшули так называемая высшая школа в переводе и то есть профессиональная высшая школа это то что ну является своего рода колледжем в америке тоже вот это можно разделение там уловить то есть профессиональные здания но конечно на более высоком уровне чем с по именно на уровне высокой школе то есть технические ну аналогия ну про нашу аналогии я еще скажу то есть вот это разделение у них внутри проходит и между прочим из хокшули нельзя перейти в университет там довольно такая жесткий жесткий барьер это все-таки совершенно другой рынок профессионального образования вот если аналог искать у нас я бы сказал так что наши топ университеты вот которые борются за пять сто и который вот фигурирует борется вообще за рейтинги это университеты в немецком смысле в западном смысле да а вот остальные это своего рода хокшули то есть универсальные институты высшего образования ну скажем так опорные университеты например да ну все что ниже это профессиональное образование в таком заостренно говоря не университетском концепте и вот это вот борьба и разделение она тоже сплошь и рядом обнаруживается но вот на мой взгляд например программа 5 100 была направлена направлен на создание университета западного типа и чтобы они входили в рейтинге чтобы наука там была на первом месте ну и мы видим по их критериям по их то к чему они стремятся по их развитие это действительно они сливаются и очень близко стоят по своему по своей интенции концепции к университетскому западного типа а вот программа 2030 который вот сейчас принято на мой взгляд она взяла совершенно противоположный вектор и она направлена на укрепление университетов именно российского типа вот эти наши опорные середняки провинциальные сильные провинциальные университеты там меньше денег но главное что они более распределены по большому количеству это уже более 100 университетов и там уже и программа этих поддержки этих проектов она такая более направленная но в целом это к тому что я хочу подчеркнуть подчеркнуть что основной вектор нашего российского университетского конструкции он направлен на педагогическую на педагогическую функцию и вот хочу обратить внимание если мы все время смотрим на рейтинги научные именно по научным критериям и там мы очень низко конечно находимся вот а вот есть еще рейтинги университетские международные которые опираются на педагогическую деятельность образовательную функцию вот там наши университеты очень неплохо позиционируются то есть по тем же самым рейтингом но взятые вот педагогических по педагогическим критериям там уже довольно много российских университетов входит и в топ-100 и вообще позиционируется на порядок лучше чем они позиционируются в науке вот ну и в целом это естественно так оно должно и быть то есть наши российские университеты как я считаю на первом месте своей жизни стоит образование на втором профессиональную подготовку и только на третьем наука и во многих провинциальных университетов до науки вообще дело не доходит и это нормально для нас то время как западные университеты они в целом вот классическом своем понимании они базируются на конце концепте науки и образование оно тоже конечно разумеется имеет там место но это уже как некий вторичный продукт как следствие первого да то есть образование на втором месте так скажем и профессиональная подготовка на третьем месте вот так бы я разделил приоритеты чем мы отличаемся ну а из этого уже буду строить свои выводы дальнейших которые нам нас приведут ко всему что я буду говорить дальше и вот в итоге как бы информационный концепт вузовской модели в россии это учебник это своего рода днк российской университетской модели это ядро структуризации университетской деятельности это точка фокусировка университетской политики на педагогической функции то есть это вот ну ядро еще раз и и вот опять сравнивая с западными университетами ролью бс вот я бы сказал так если бы у нас основным акцентом была наука если бы роль учебника не поддерживалась в голосами то и в россии место для бс не существовало бы то есть мы тоже следствие вот этих акцентов вот этой концепции вот и как подтверждение наши российские бс кроме наверное университетской библиотеки онлайн они вообще не акцентируют например внимание на науки на монографической литературе они не закупают не формируют и да она всегда есть как добавление но в общем то они по большому счету не работают с ней целенаправленно вот мы стараемся по мере сил это все-таки делать вот но тоже тут больших таких революций не происходит вот то есть учебник это основа днк модели российского образования а вот как я сказал днк и ядро западного университета это научная модель и там университетская модель хотя она тоже дает образование но как дают она предполагает прохождение по пути науки то есть не усвоение результата который мы обычно имеем в учебнике да именно сам процесс научный должен пройти студент вот эти навыки ученого приобрести и там скажем так почему монография была на первом месте там получают образование на основе монографии потому что они очень похожи друг на друга вот наши учебники некоторые они по сути дела являются монографическим изданием то есть это там разные названия вот но все-таки ключевое отличие в чем я вижу что монография базируется на интенсии научного исследования это как бы все равно результат и плод подхода научного исследования который выдает автор вот а учебник это все-таки просто комплекс готовых знаний это фотографический снимок на какой стадии сегодня находятся знания в этой отрасли да вот вам учебник здесь все рассказывать пожалуйста вы учите это наизусть ну типа типа это потом на экзамене вас спросим то есть вот компендиум знаний усваивается в российском вузе как компендиум готовых своего рода пассивных знаний которые нужно усвоить выучить получить в то время как в западном университете эти знания нужно переработать их нужно найти пропустить через себя то есть своего рода университет прожить как некое научное исследование ну а в результате в принципе оно примерно тоже и получается важны только различные интенции вот и в этом смысле еще раз повторю как бы западная монография это тоже нечто подобное российскому учебнику только вот с разными акцентами ну и теперь вопрос стоит так это как бы путь который мы начали не сегодня еще там 18 веке и через советскую эпоху там он прошел это вообще своеобразие российской научно-образовательной системы где существует академии наук где университеты всегда были сугубо таким образовательным учреждением вот но вопрос в том будет ли это дальше потому что запад продолжает продвигаться по этому пути где наука стоит в основе ее модели а россия потихоньку все-таки сближается с моделью западного общества и ну трудно представить обратно это же другой модели у нас нет и мы видим что это действительно происходит и вот в нашем нашей отрасли то есть усиление роли науки ее информационного концепта мы замечаем усиление роли ведущих университетов увеличение их отрыва от других университетов нашей страны вот эти пять сто и по финансовой мощи и по рейтингу по всему они отрываются от остальных дальше стоит задача сближения университета с отраслевым промышленным комплексом это проблемы нашей страны и она во многом опять-таки уходит корнями в то что я сказал что университет это чисто педагогическая на функция но задача ставится чтобы все-таки университет поставлял и технологии научные кадры и более высококвалифицированные кадры вот стоит задача увеличения доли наука емкой продукции она опять-таки не будет из того чтобы университеты культивировали наук не как вы видите политика в образовании она тоже очень жестко ориентирует университет на научную активность тоже повышение научных публикаций здесь изменения действительно очень стремительные заметны увеличение возраста образования опять-таки почему на западе намного выше возраста что это не просто ступень обучение ребенка да это уже научная лаборатория вот эти все проценты процессы они работают на то чтобы и у нас наука активнее входи входила в университет и в какой-то момент я думаю когда-то нам придется расстаться с этой концепцией университета как образование базирующегося на учебнике и перейти на роль концепции как науки но это будет происходить все не вот так вот раз и два а это будет из подволь то есть постепенно вот элементы будут добавляться научности но а в целом все таки и это как бы наша ставка и предвидение что все равно россия будет идти и в этой сфере по своему пути то есть образовательная педагогическая функция будет на первом месте и именно отталкиваясь от этого тезиса мы и строим свое будущее и в этом в этом и настоящем и будущем ЭБС предстает как продукт педагогического университета так назовем все наши университеты педагогические то есть это продукт университетской модели направленные на образование ЭБС это ресурс ориентированный на гипертрофированную роль учебника и это ресурс сконцентрированный на учебной литературе вот это вот наша идентичность ну а научные монографии научные ресурсы будут играть в ЭБС гораздо более менее значимую роль вот вплоть до того что ну на сегодня можно ее вообще не учитывать соответственно стрела развития российских ЭБС направлена в сторону создания образовательных платформ поддерживающих функционал обучения и это тоже как бы колоссальная разница вот те платформы информационные которые строим мы нашей стране да скажем так ЭБС и которые строит этот коллективный запад скажем так это ведущие научные издательства вот а если вот представить ЭБС в экосистеме западных университетов то все было бы наоборот вот какие ЭБС мыслится в том университетском пространстве ну первая основу ЭБС составляла бы монографическая литература да а не учебники второе основной спрос университетов то есть закупки обращались бы к монографической литературе а не к учебникам и ЭБС а вот ЭБС в системе западных университетов представляла бы собой простой книжный репозиторий вот без этих дополнительных усилий в без функционала обучения которые мы все правдами и неправдами попытаемся внедрить свои платформу вот то есть ну вот это так скажем а моя чисто мысль что в экосистеме западных университетов у электронных библиотек по типу ЭБС нет не было бы будущего и не было стрелы развития над чем они думают и работают это просто электронные библиотеки и то что мы видим там ЭПСК или другие библиотеки они примерно так и выглядят ну вот это размышление о контексте да что нужно университету какая информация и теперь пойдем дальше что соответственно мы как ЭБС можем предложить и как мы будем сопровождать а в чем-то задавать трансформацию информационного поля тут основная трансформация уже в образовательном сегменте происходит немножко в другом она не не касается напрямую науки оставим науку западу перейдем на наши проблемы наши проблемы с формой учебника и классическая модель наше не наше обучение она скажем так опиралась на идеально совершенную модель лучшего учебника в каждой отрасли существовал вот этот базовый идеальный учебник в школе по-прежнему так остается в УЗИ уже не так вот но мы помним еще это вот остается представление о неком идеальном учебнике с великолепным изложением с высококлассным автором с высшим авторитетом который написан высшим авторитетом прекрасным языком вот все совершенства которые может себе собрать учебник и по отношению к такому вот супер учебнику обычный преподаватель мыслился как исполнитель пьесы например по отношению к некому композитору да то есть служебной роли роли исполнителя он своего рода просто исполняет вот этот превосходный учебник вот эта модель ну в школе она как была так и есть а вот университете почему-то она практически ушла хоть и остаются высшие авторитеты высококлассные авторы но мы сами видели на ваших глазах за 20-30 лет вот эти учебники которые раньше там сотнями тысяч экземпляров издавались тоже они все сдулись и почему-то все стали преподавать не по таким супер учебником а по собственным своим учебник который сам преподавателей написал и это тоже вот работает это уже наша повседневность то есть на самом деле изменение очень глубокие роли перевернулись и почему во первых потому что выросла роль преподавателя как личности как авторитета как автора то есть любой практически преподаватель в университете он уже не просто там исполнитель до второразрядный не у тоже мы уже относимся как личности как авторитету как автору учебника как собственно имеющему собственную концепцию уже никакой другой супер учебник в эту концепцию как бы не сливается не встраивается вот второй момент который тоже здесь важен все-таки и книга и учебник переместились на роль служебного элемента преподаватель автор он стал важнее этого этого учебника выше и если раньше на авторитет претендовал таки только некоторые светила престижного университета авторитет в науке вот какой-нибудь там академик сахаров то сейчас каждому преподавателю подъявляется требование и быть источником творчества и быть носителем индивидуальной точки зрения собственной концепции самостоятельной интерпретации предмета и в конце концов тоже автором учебника от каждого теперь требует свой учебник и наши преподаватели их пишут их стало очень много и поэтому все и перевернулось это вот одно изменение которое уже произошло то изменение роли преподавателя второе ключевое связано с интернет средой социальными сетями и переходом как онлайн-курс как базовой площадке для преподавателя откуда это пошло вот с тех самых социальных сетей социальные сети для всех для многих из нас в нашей жизни служит площадкой демонстрации нас как личности мы знакомим с собой то нам друзья наши это интересуется вот пожалуйста можете посмотреть вот тоже самая функция тот же самый процесс происходит в обучении там тоже нужна онлайн площадка для преподавателя который вынесла вот эту демонстративную функцию для преподавателя как автора познакомиться с его кодом с его школой так достижениями и так далее и вот этот вот онлайн формат обучения как мы сегодня видим он более конкурентен чем учебник вот современных условиях почему ну во первых он несет себе аудио визуальный интернет интерактивный живой контакт преподавателя то есть через онлайн формат этот контент становится ближе к ученику чем учебник учебник оказывается дальше чем онлайн где-то там напечатан растиражирован каким-то автором второй момент который благодаря которому онлайн формат очень сильно выигрывает то что он не такой обязательный как учебник учебник предполагает работу издательства редакторов очень очень много условий даже к самому автору там его перерабатывают это ему очень много требований а вот онлайн площадка на онлайн площадке каждый преподаватель может реализовать свою концепцию самостоятельно и в том числе методом компиляции без того чтобы становиться полноценным автором он берет разные учебники разные материалы компилирует вот моя концепция индивидуальная и это работает но не каждому быть автором на самом деле да а вот чтобы каждому быть автором это значит каждому нужно быть компили нужно компилировать вот так оно сегодня и работает и онлайн формат позволяет компилировать гораздо более свободно не оглядываться сильно там на авторские права и в основном все идут этим путем и поэтому в результате онлайн курсу на этой онлайн площадке не обязательно становиться учебником учебником с большой буквы для того чтобы учить своих студентов это такой средний формат промежуточный и он как раз всех устраивает и вот уже сегодня мы понимаем что онлайн превратился в авторский жанр но с специфическими своими свойствами которые в чем-то лучше в чем-то хуже но лучше прежде всего в том что онлайн курс шире учебника то есть но в этом формате можно создать полностью авторский текст можно дополнить его интер интересными интерактивными тестами но а можно создать компилитивную программу из разных источников не писать вообще ничего а просто как я сказал компилирует ну а на последний счет можно вообще ограничиться онлайн форматом говорящей головы делать тоже самое что раньше делали в аудитории но теперь только через камеру то есть очень широкий спектр почему бы и нет и вот исходя из этого онлайн курсы формируются в двух развивается в двух подходах первое онлайн курс как издательский продукт своего рода как учебник да когда действительно требуется создать его идеально очень красиво вот муки например ну а второй которым я и имею ввиду онлайн курс как площадка активности как некий сборник в таком не очень требует информате и вот скажем так что вот по первому пути пошел рынок корпоративного бизнес образования там действительно фирмы создают идеальные красивые онлайн курсы ну и в частности вот муки например тоже так сделаны упакованы отлично а вот университетское образование оно пошло по второму пути тут в основном автор сам создает свой онлайн курс и этого в принципе хватает что делать в таком случае издательству если учебник переходит и перейдет когда-то в формат онлайн курса останется ли место для жизни издательства вот издательство как мы помним это организация оформления контента в качественном эстетическом стандартизированном упакованном товарном виде да учебник он имеет такую форму нужно издательство да онлайн курс как мы сказали там таких требований нет и вообще если такой товар онлайн курс на сегодня нет потому что университеты онлайн курс не покупают или практически не покупают те проекты которые существуют они как правило или финансируются за счет университета открытое образование но это во всяком случае не коммерческий рынок то есть их онлайн курс и не покупают и не продают вот но по ним учат и продают как правило именно учебу то есть деятельность преподавателя они онлайн курс как контент соответственно до существует услуга такая разработка и оформление онлайн курса под заказ но это не тиражируем вы сделали один там курс все на этом бизнес закончился то есть вот рыночный формат онлайн курсов как продукции очень проблематично вот и хоть у нас онлайн образование выстрелила и рынок очень большой но он не развивается по модели тиражируемого учебника да это совсем другой совсем другой рынок вот и в этих условиях некоторые издательства пошли по пути работой над формы онлайн курсов да такой сегмент есть но например юрайт создают курсы как готовый продукт или вот мы знаем что для попаданий на никто не некоторые онлайн по площадке например курсера она не принимает курс от университета ей требуется именно курс как продукт который готовится там определенной компании вот в общем этот рынок работы над формой небольшой будущее его и непонятно ну а есть другой путь и собственно мы вот его заявляем по нему идем путь обеспечения контента для создания онлайн курсов для самих преподавателей лицензионного контента из которого сам преподаватель может создавать свои онлайн курсы вот собственно вот это и есть тот переход о котором мы сегодня заявляем говоря как о песочнице на почему о песочнице зашла речь здесь я бы ввел понятие кванта информации и сразу задал бы вопрос чем не устраивает книгу учебник почему она сегодня не современно почему она уходит распадается потому что она не соответствует цифровой эпохи в цифровой эпохе данные мельчает корпускулируется они вот стандартизируются и в ней уже не нужны мега нарративы а учебники является своего рода таким мега нарративом то есть уже полный раз полностью рассказаны истории нет в цифровой среде преподаватель сам хочет рассказать эту историю и поэтому образовательные нарративы здесь сегментируются распадаются на кванты это вот те элементы из которых можно выстроить свою собственную историю индивидуальную построить индивидуальную образовательную стратегию и как мы видим уже многие успешные ресурсы научные они и представляют собой такой вид но базы данных научных статей это своего рода платформы таких квантов статьи здесь можно как кванты рассматривать другие интернет среды там тот же youtube вот пожалуйста ролики как кванты из которых тоже можно собирать все что угодно вот то есть вот такие вот крупные на платформы там веб офсайенс и лабрии и герденик и прочие другие они уже превратились в подобные кванториумы знаний вот онлайн курс собирается по сути дела из таких же различных квантов знаний это тоже сборник и соответственно для онлайн курсов тоже нужен кванториум соответственно цифровые образовательные ресурсы современного вида должны предлагать не мета-нарративы готовые учебники а методы информационного обеспечения квантами знаний для индивидуальной работы преподавателя вот в этом наша концепция и собственно ЭБС в этой новой концепции это кванториум знаний мы предлагаем не учебники а информационный контент для наполнения обеспечения учебного процесса и что должно произойти чтобы вот он таким кванториумом и стал учебник распадается на учебные кванты на основе которых строится индивидуальная образовательная стратегия и это в принципе не сложно учебник состоит из глав он уже потенциально вот собранные кванты которым осталось только распасться вот второй момент здесь мультимедиа учебный контент дополняется мультимедиа то есть тоже своего рода квантами это контрольно-проверочные задания тесты видео и они тоже могут использоваться автономно для своего онлайн курса и это тоже можно брать уже в готовом виде из ЭБС то есть если смотреть ЭБС как информационный массив книга в нем перестает быть рамочными оковами учебных квантов мы больше не цепляемся за книгу как некое целое да мы цепляемся за те кванты из которых состоят состоит этот информационный массив ну а дальше надо продумать и предложить как этот контент может загружаться для использования в собственных курсах на площадках вузов и создать соответствующие интерфейсы вот и главное что здесь остается за нами ответственность за этот контент мы отвечаем за соблюдение авторских прав на использование учебного контента да то есть мы предоставляем лицензионный контент в этом плане мы освобождаем и преподавателя от всяких претензий и даем форму новую форму жизни учебному контенту форму жизни в виде онлайн курсов преподавателей вот собственно концепция этой песочницы откуда растут ноги да и почему мы к этому пришли ну а теперь я буквально в нескольких штрихах покажу как это работает как эбс превращается в нашу в песочницу вот на сегодня это у нас процесса не результат пока это рабочие программа так что не все то что я говорю уже можно увидеть в готовом виде вот но главное из чего собирается кванты как я сказал это тексты да они распадаются из учебников монографических изданий да и переводики и предстают как кванты то есть отдельные вопросы отдельные темы и практически разделы и подразделы учебников они являются такими элементами из которых которые можно компилировать в тексты на своих онлайн курсах вот нам с нашей стороны важно обеспечить поиск по тематическим критериям чтобы это все могло легко собираться ну а дальше преподаватель может формировать сборник тем предоставлять ему доступ свою индивидуальную концепцию да или если там нет учебника например он легко может сформировать из разных учебников именно свое учебное пособие то есть все становится там легко собираемым как конструктор ну и соответственно этот контент можно выставить по любому сюжету в любом порядке как это удобно преподавателю то есть большое пространство для творчества второй элемент который очень важен в такой песочнице это контрольно-проверочный контент то есть тесты песочница тестов тестовая система она у нас уже сегодня собирает около 40 тысяч вопросов это и тематически разбитые более чем по 100 предметам тесты где можно проверить знания подготовиться к экзаменам для студента ну а для преподавателя это интерфейс возможности загружать и использовать в своих курсах вот соответственно модуль создания и редактирования вот этих тестов в любом порядке вот ну а с нашей стороны мы еще следим чтобы это как авторская работа преподавателя вознаграждалась шло начисление royalty отслеживание это использование но для своих студентов конечно тесты используются бесплатно пару слов об этой единой системе интерактивных тестов она у нас распространяется на несколько платформ и на библиошколу на СПО то есть все ступени образования и эта система она построена по модели учебного пособия как вы видите то есть охватывает единую тематическую сферу это объемные тесты и предложено в трех режимах режим обучения режим тестирования режим экзамена каждая имеет свои свойства следующий блок контентный это видеоконтент очень актуальный востребован обогащающий учебный процесс вот мы обновили здесь каталог расширили и более 5000 единиц нового контента влили лекции лабораторные работы документальное кино то есть все что может быть интересного в учебном процессе вот соответственно у нас это не youtube какой-то атрибуция дополнительная атрибуция для учебной работы и хотя этот контент как правило из открытых источников да но подбирается индивидуально и нарастает нужными для образования мета данными вот можно соответственно использовать уже в подготовленном виде вот точно так же возрастает ценность аудиоконтента во первых то что аудио лекция аудиоучебники по сути по сути дела лекционный формат это восприятие со слуха это как раз ближе к живому лекционному процессу чем что-либо иное потому что в основе лежит речь соответственно включается эмоциональный интеллект другие инструменты памяти задействуют у студента это очень хороший для обучения формат вот мы здесь проводим большую работу создаем инструменты озвучивания с помощью искусственного интеллекта и соответственно соответственно используем его также в инклюзивном образовании но и для обычных студентов и один из новых здесь наших услуг помимо того что расширяется очень стремительно этот каталог мы и можем создавать аудиоучебники под заказ никогда не создашь столько аудиоучебников которые именно те которые нужны гораздо проще заказать и наша технология она намного дешевле чем традиционная классическая уже любой заказчик может себе позволить те учебники которые нужно получить в форме для инклюзивного образования следующий сегмент песочницы цифровые карты это мы уже перешли к таким иллюстративным но тоже очень наукоемким элементам да вы знаете цифровые карты тоже защищаются авторским правом и вносят туда очень много вот этого интеллектуального авторского элемента вот мы собрали более семи тысяч цифровых учебных карт это уникальная концепция здесь исторические демографические контурные экономические карты то есть разные образовательные пожалуй кроме чисто географические вот они точно так же обогащены метаданными аннотациями и позволяет возможность загружать вставлять собственные онлайн курсы еще один элемент песочницы экспресс-подготовка к экзаменам это своего рода цифровые шпаргалки но они могут использоваться совершенно разном формате как справочники как те же самые тесты ну и как вот такие экспресс-подготовка к экзаменам вот мы тоже давно ведем этот формат трансформации из книги в экранный формат им пользуются студенты но могут и преподаватели точно так же включать свои онлайн курсы я думаю что это сделает онлайн курсы интереснее еще один элемент который конечно очень важен для онлайн курсов электронные презентации их создается очень много они на самом деле тоже очень интересные полезные не менее чем книги вот мы их так же собираем коллекционируем тематические по образовательным направлениям ну и наши требования здесь чтобы они были качественные цельные там понятны сами из себя без авторского исполнения и пожалуйста их можно будет использовать в своем онлайн курсе любому преподавателю вот ну и наконец самый песок песочница это конечно различные графические форматы иллюстрации схемы таблицы из справочников учебников вот здесь как раз графический графическое содержание книг которое раньше никогда не использовалось вот наконец-то его можно можно будет им воспользоваться вот через поиск пожалуйста добавляйте в свои онлайн курсы это как раз то что необходимо онлайн курсом в первую очередь такое иллюстративная подпорка вот помимо контентного содержания в качестве таких элементов конструктора могут использоваться списки литературы по многим нашим книгам мы даем отдельный список литературы он ну и дает обзор по теме и помогает тоже подобрать литературу к своему курсу в общем тоже можно вполне использовать как материалы для онлайн курсов ну я рассказал о том контенте который содержится внутри книги которые можно превращать в строительный материал своих онлайн курсов но конечно мы не притянули на то что соберем все что нужно преподавателю вот для того чтобы он что-то использовал уже то что его собственно или то что недоступно у нас для этого у нас сохраняется инструментарий публикации любого контента для своих студентов то есть если вам надо дать доступ к этому через нашу ЭБС то вы просто добавляете эти файлы и в дальнейшем предоставляете доступ своим студентам то есть тут уже собственные материалы преподавателя если их им нужно сделать доступ через электронную биотечную систему вот собственно контентные богатства нашей песочницы как теперь ей пользуются интерфейс они еще не создаются вот но основной это конечно самостоятельный поиск который ведется по этим песочницам по квантам знаний да и здесь сразу можно работать с разными форматами и жанрами которых я показал дальше вы после в результате поиска добавляете это на страничку мой контент и уже из этого своего личного кабинета окошко можете работать со своими сохранять это и заполнять свои собственные онлайн курсы механизмы вставки и загрузки файлов и разных этих материалов он у нас отрабатывается но базовый прежде всего текстовый реализован давно при интеграции EBS Moodle в первую очередь мы на Moodle ориентируемся как наиболее распространенная система в УЗИ можно добавить контент этих книг в виде вставок в своем онлайн курсе ну а мультимедиа можно добавлять загружать в виде файлов отдельных вот по сути дела основной инструментарий как работать с песочницей в собственных вузовских системах создавать свои онлайн курсы ну а для тех у кого ВУЗи нет или не устраивает или нужна самостоятельная площадка для создания курсов мы предлагаем собственную площадочку такую рабочую электронные курсы то есть наш Moodle в рамках нашей EBS где вы можете сформировать этот курс и пригласить туда студентов причем это для подписчиков нашей EBS все происходит бесплатно и техническое сопровождение в том числе ну что ж коллеги как всегда немножко я залез в свое время но зато все успел изложить вот эти наши семинары Директ Академии будем видеть вас на них недавно мы провели Великом Новгороде всему этому и многому другому обучали так ну что ж на этом я повествование свое закончил но тут есть несколько вопросов корпоративное обучение не использует MOOC в чистом виде обязательно должно быть сопровождение препода но да я это и разделял как разное корпоративное обучение они все таки как правило создают под ключ свои учебные курсы в этом их отличие а там конечно должны быть преподаватели поясните отличие функции университета образование и профподготовка ну в данном случае это мои условные категории под образованием я понимаю прежде всего такое базовое мировоззренческое обучение получение знаний которые там всего касаются а профподготовка в данном случае имеется ввиду уже конкретная подготовка вот того функционала тех компетенций которые потребуются на производстве там уже в работе ну и условно говоря разделять их мы имеем право общие и там конкретные не знаю практические так еще вопрос онлайн курс это не только контент и тест а главное сейчас это взаимодействие общение между участниками образовательного процесса как вы реализуете учитывайте общение групповую работу хороший вопрос да потому что мы не берем на себя все в онлайн обучение да мы берем на себя контент строительный материал для этого контента а вот контакт групповая работа работа со студентом это уже переходит на другие площадки площадки онлайн образования типа мудл например ну или вот вебинар ру то есть это уже мы за это не отвечаем так что мы это не реализуем если я взял ваш квант информации то на кого мне ссылаться на вашу библиотеку или на автора материала как тут с авторскими правами спасибо тоже хороший вопрос вот александр андреев отлично дополнил тут еще раз подчеркиваю важно лицензионные полномочия то есть не должно все превратиться что берем теперь контент из интернета и суемся каждый куда хочешь да мы как раз вот эти вот этот вот посредник как раньше было издательство для того чтобы получить от автора и предоставить правомочно в юридические оформленном правомерном виде лицензионном вот поэтому весь наш контент он базируется на лицензиях и соответственно эта лицензия передается вам если вы включаете в свой онлайн курс то конечно ну во первых мы в основном как вы видели когда вставляется страница то сразу понятно что это вставлено из ЭБС университетской библиотеки онлайн вот и там есть автор обязательно от которого все это исходит то есть вот эти вот элементы и наше посредство и обязательно авторская принадлежность она должна и будет отражаться ну и соответственно мы берем деньги все равно с университета которому мы это предоставляем и передаем их автору который получает в виде роялти вот так что вот система работает примерно так ну что ж коллеги вроде все вопросы я ответил спасибо за внимание надеюсь это было полезно ну а то как мы преобразуем нашу электронную для течи систему как это все будет в работе надеюсь вы увидите уже в ближайшее время всем всего доброго хорошего дня нерабочего до свидания спасибо 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 спасибо